Привет, это Адмиралс, меня зовут Лембиту. Марк Даглас сказал, трейдеры нарабатывают поведенческие модели, а группы взаимодействующих друг с другом на постоянной основе людей формируют коллективные поведенческие модели. Они не только поддаются наблюдению и измерению, но и обладают свойством повторяться с периодичностью, свидетельствующей о статистической надежности. Модели прячутся за движением цены, а для того, чтобы их определять, нам нужно научиться видеть ключевые максимумы и минимумы и оценивать поведение цены по отношению к этим точкам, смотреть за поведением трендовых линий и самое главное делать из этого выводы о дальнейшем движении. Заинтриговал? Тогда приступим. Начнем с того, как определять точки изменения или максимум-минимум волны. Самый простой вариант, когда перелом сформирован плавным движением. Последовательный рост, последовательное снижение. Здесь максимальная точка и максимум волны одно и то же. Минимум волны и минимальная точка одно и то же. Но так бывает не всегда. Гораздо чаще на графике видим нечто похожее. В этом случае минимум будет последним минимумом движения. Даже если это импульсные развороты, сформированные шипами. Определили, какие точки считать максимум или минимум волны, но не все они являются ключевыми. Посмотрим, как отличать одни от других. Ключевым будем называть те, которые отвечают простому правилу. Каждый следующий выше предыдущего. Посмотрим на примере максимумов. Шестой выше четвертого. Двенадцатый выше девятого. Ключевыми максимумами и минимумами нисходящего тренда будем называть те, которые отвечают правилу. Каждый следующий ниже предыдущего. Нужно понимать, что на рынке работают те, кто считает актив будет расти, быки, и те, кто думает актив будет дешевле, медведи. И те, и другие предпринимают определенные действия. Эти действия отображаются на поведении цены, формируя либо бычью структуру, либо медвежью. Для определения доминирующей структуры нам помогают трендовые линии. Посмотрим, как их строить. Трендовые линии сложно строить, так как они у каждого получаются по-разному. Поэтому формализовал построение линий при помощи четырех простых шагов. Они сводят проведение линий тренда к понятному и легко повторяемому действию. Посмотрим, как это выглядит на примере. Первый шаг – представить движение цены в виде волны. На полученном волновом движении отметить последние два пробитых максимума. Соединим максимумы и минимумы. Последний шаг – соединяем минимумы трендовой линии. В итоге получаем вот такую трендовую линию. Теперь мы знаем все необходимые элементы для того, чтобы понять и разобраться со структурой рынка. Давайте приступим. На этом этапе мы не можем сказать, на чьей стороне сила. Пробьем первый максимум – сила быков. Пробьем минимум – сила медведей. Цена пробивает максимум – сила на стороне быков. Цена продолжает формирование восходящего движения. Каждый новый ключевой максимум и минимум выше предыдущего. Обновили максимум 3, минимум 4 выше минимума 2. Цена формирует новый максимум 5. По лоу 2 и 4 можем построить трендовую линию. Доминирующая структура – восходящая. Цена идет выше максимума 5. Трендовую линию можем провести по лоу 4 и 6. Пока сила на стороне покупателей. Слабость покупателей проявится, если цена пойдет ниже максимума 5. Значительная слабость, если пойдем ниже 6. Цена формирует новый максимум 7, но пробивает минимум 6. Минимум 6 перестает быть ключевым. Линия тренда 2.4 пробита. Медведи набирают силу. Если мы смотрим движение на локальном таймфрейме, то в такой ситуации важно оценить, на каком уровне со старшего таймфрейма сформирован седьмой хай. Если это серьезный уровень со старшего таймфрейма, значит стоит ожидать победы медведей. Цена идет вверх, но 9 не обновляет минимум 7. Это еще один факт в пользу медведей. Внимательно следим за максимумом 7 и минимумом 4. Пробой минимума 4 значительно усиливает медведей. Обновление максимума 7 подтверждает восходящую модель движения. Проводим трендовую линию 2.10, следим за уровнем 7 и 10. Важный момент, если цена возвращается в диапазон 7.10, движение не меняет восходящие структуры, но ослабевает. Тестируем 7 и идем выше. Тенденция усиливается. Цена обновляет максимум 11, протестировав уровень 7. Можно отметить новую линию тренда 10.12. Взамен 2.10. Внимательно следим за диапазоном 11.12. Пробой минимума 12, ослабление тенденции. Цена формирует новый максимум 13 и новый минимум 14. Причем минимум 14 тестирует предыдущий хай. Это признак силы движения. Отмечаем новую трендовую линию 12.14. Обратите внимание, что если сравнивать линии тренда 10.12 и 12.14, видим небольшое ослабление в последнем случае. Для того, чтобы заранее видеть слабость, нам помогут структуры ослабления тенденции. Базовая модель ослабления доминирующей тенденции формируется тогда, когда цена не может обновить последний максимум на тренде вверх или минимум на тренде вниз. Когда мы наблюдаем подобную конфигурацию минимумов и максимумов, ждем, что через какое-то время будет неопределенность. Как ее использовать? Один из вариантов – искать вход в сторону тренда на уровне 2. Модификацией предыдущего варианта является текущая ситуация. Максимумы на одном уровне. Это вариант ослабления доминирующей тенденции. Временная слабость часто приводит к накоплению и импульсному усилению. Посмотрим, какие структуры приводят к этому. Первый вариант усиления – цена встречает большого продавца, и пока мы пытаемся его раскупить, происходит накопление энергии для движения вверх. Энергия – это не что-то мистическое. В рамках рынка это накопление стоп-лимитов выше зоны 3.9, пробой которой приведет к активации этих заявок и импульсу вверх. Более сильная структура. Цена встречает большого покупателя, но давление продавцов настолько сильно, что максимумы каждый раз формируются все ниже и ниже. В какой-то момент цена преодолеет зону 3.7 и попадает в зону стоп-лимитных заявок на продажу, что опять же усилит снижение. Подобные структуры цены напоминают предложения в языке. Но предложения состоят из слов. Посмотрим на слова, то есть на базовые элементы структуры рынка. Любая базовая структура роста состоит из четырех ключевых точек. Одним из элементов оценки силы движения служит положение минимума 4 по отношению к пробитому максимуму 1. Если цена на откате тестирует максимум 1 и потом идет выше максимума 3, то это говорит о нормальной силе тренда и силе давления быков. Лучшая ситуация для торговли. Если минимум 4 формируется значительно выше максимума 1, это говорит о значительном смещении в сторону быков. С одной стороны это может быть хорошо, но с другой стороны значительное усиление может привести к резкому противодействию. Поэтому в таких ситуациях нужно быть готовым к скорому ослаблению. Если цена приближается к зоне минимума 2, это верный признак ослабления тенденции. В этой ситуации нужно готовиться к тому, что потенциал восходящего движения скоро закончится. И цена перейдет к балансу сил между быками и медведями. Нам в таком случае полезно переждать неопределенность на берегу, дожидаясь пока цена вновь не даст подсказку на чьей стороне сила. А мы присоединимся к победителям и будем на этом зарабатывать. Понимание структуры очень полезный навык, но без риск менеджмента все впустую. Поэтому небольшое напоминание о рисках. Подходите к торговле ответственно, трейдинг связан с высокими рисками для вашего капитала, а доходность не гарантирована. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, поделитесь им с друзьями, напишите комментарий, расскажите, оцениваете ли вы структуру рынка, подписывайтесь на канал Адмиралс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!